Увидев, какая большая опасность угрожает Его чистым преданным, душам полностью предавшимся Ему, всемогущая Личность Бога Шри Кришна тут же взял свой диск Сударшему, чтобы защитить их. Увидев, какая большая опасность угрожает его чистым, вредным, душам, полностью предавшимся ему, всемогущая личность Бога Шри Кришна тут же взял свой диск с удавшим, чтобы защитить их. Комментарий в Божественной Моиности Шри Шри Мадачи Бактивиданте Свами Брунпад. Самое могущественное оружие Брахмастра, выпущенное Шватхамой, напоминало ядерное, но обладало большой радиацией и тепловым излучением. Брахмастра — поле тонкой науки, продукт тонкого звука, мантры, записанной в ведах. Еще одно ее преимущество состоит в том, что она не действует слепо, подобно ядерному оружию. Она может избирательно поражать только свою цель и ничто другое. А Шватхам выпустил ее для того, чтобы уничтожить всех мужчин в роду бандалов. В некотором смысле она опаснее атомной бомбы, так как способна без промаха поразить даже самое защищенное место. Зная об этом, Господь Шри Кришна тотчас же взялся за свое мощное оружие, чтобы защитить своих преданных, не знающих никого, кроме Кришны. В Багавадгите Господь недвусмысленно заверяет, что его преданные никогда не погибнут, и он поступает в соответствии с качеством или уровнем преданного служения, которое они несут. Слово «анамия вишаятманам» заслуживает особого внимания. Несмотря на то, что пандавы сами были великими воинами, они полностью зависели от Господа. Господь не делает исключения даже для великих воинов, и может уничтожить их мгновением ока. Увидев, что пандавам не хватит времени, чтобы нейтрализовать брахмастру Ашватхану, Господь, рискуя нарушить свою клятву, взялся за собственное оружие. Несмотря на то, что битва на Крупшетре была почти закончена, он, связанный клятвой, не должен был пускаться в ход в свое личное оружие. Но сложившиеся обстоятельства были превыше клятвы. Кришна больше известен под именем Бакта Вацала, тот, кто любит своих преданных. И он предпочел остаться Бакта Вацалой, а не мирским моралистом, никогда не нарушающим свои клятвы. Увидев, какая большая опасность угрожает его чистым преданным, душам полностью предавшимся ему, всемогущая Личность Бога Шри Кришна тут же взял свой диск Сударшину, чтобы защитить их. Итак, на Крупшетре, перед началом битвы, пандавов с кауралами, Господь Кришну дал клятву, что Он не будет вступать в сражение, не будет использовать свое личное оружие. И так Он дал двухсторонное обещание, не вступать в битву и не использовать своего личного оружия. Поскольку, говорит, что между Кришной и Его атрибутами нет никакой разницы. Это философия Чинти Апхеда Апхеда Татва, непостижимое единство и различие. Итак, Ашвардхама, сын Драначарии, выпустил Брахмастру. В санскрите есть разные такие интересные слова ШАСТРА, ШАТ или ШАСТРА. АСТРА. ШАТ АСТРА. ШАСТРА. ШАСТРА означает оружие. АСТРА означает то, что защищает. ШАСТРА. Оружие, которым мы можем защищаться. ШАСТРА. Писание. Это оружие. Для чего оно нужно? Чтобы мы могли защититься. От чего? От материальной деятельности. Чтобы мы могли защититься от тройственных сторонаний. Чтобы мы могли защититься даже в материальном отношении от разных проблем. И ШАСТРА имеют много уровней. То есть тамасика для людей, находящихся в гуне невежества. Есть РАДЖАСТИКА, для людей в гуне страсти. Есть САТВИКА. Есть ШУТХА САТВИКА. Есть для людей в благости. И есть трансцендентальная литература. И так, ДАХМАСТРА, ядерное оружие, то есть то, что должно защищать. Наш ВАДХАМА решил использовать это оружие, чтобы уничтожить правильных личностей. Чтобы уничтожить правильных личностей. Пандавов. И в начале Куркшетры Кришна заявил, что все погибнут, кроме вас, Пандавов. Кришна пообещал это Ютхистхире, старшему брату Пандавову. Он сказал, все погибнут, кроме вас, Пандавов. После этого он это пообещал Арджуне. Он сказал Арджуне так же, что все уже, по моему желанию, все уже погибнут. Но ты еще этого не видишь. Все уже мертвые, на самом деле. И в первой песне описывается, что одним лишь взглядом, когда Господь вывел колесницу Арджуны посреди двух войск, то он бросил взгляд на Кауррау, на армию Кауррау. И говорит с этим взглядом, он сразу сократил их жизнь. Одним взглядом он сократил жизнь. После этого он только сократил жизнь. На какое время? Со 18 дней они должны были все погибнуть. Все. И Кришна показал Арджуне веря в трупу, в свою вселенскую форму. И вдруг Арджуна увидел, как все погибают. Он увидел даже, каким образом все погибнут. Он увидел детально все, как все будут уничтожены. И сердце его захолодело от ужаса. Они все стояли еще живые, все дорогие его люди. И стоя с этой стороны, Арджуна равно относился и к тем, кто за ним стоял. То есть те, кто представляли его клан, пандалов, и те, кто стоял перед ним, кауррау. У Арджуна не было различия. Мы, пандалы, а не кауррау. Он думал, мы вся одна семья. Что произошло, почему мы воевали? Арджуна так думает. Поэтому он говорит, там стоят наши отцы, дядя, братья, деды, наши сыновья, шурины. Он воспринимает их, как самых-самых близких родственников. Отцы. Как можно против отца вывода. Братья, дядя, сыновья. И он перечисляет всю родословную. У Арджуны сохраняется близкое настроение. Самые почтительные, уважительные отношения. Близкое чувство. Он испытывает чувства, родственные чувства. Любовные чувства к ним. И Кришна говорит, все они уже убиты. И показывает Арджуне, как они должны быть убиты. Как они будут убиты. И он говорит, тебе даже нет смысла отказываться. Потому что по моей воле они уже убиты все. Кришна объяснила Арджуне. Своим выбором они показали то, что они совершили столько греховных поступков, что теперь достоин смерти. Они этим выбором подписали себе смертный приговор. Так стань же орудием, которое исполнит этот смертный приговор. Очень удивительные слова Кришны. Своим выбором они показали, что совершили очень много греховных поступков. Удивительно. Есть такое понятие физической науки Панчи-Клеши. Слово Клеши означает «причина страданий». И слово Клеши также означает «причина выбора». Панчи-клеши Причина страданий И так же называется слово клеши Как причина выбора Эти клеши отвечают за наш правильный и неправильный выбор Что же за эти панчи-клеши? Первый как называется? Кто помнит? Овидия Овидия-клеши Невежество Невежество по отношению к чему? В духовной науке Невежество по отношению к духовной науке Что живое существование не может понимать Разницу между материей и духом И не может понять разницу между духом и сверхдухом То есть душой и сверхдушой Это означает, что оно пребывает в невежестве Оно не знает об этом Не может различать этого И может понять, что ценнее Потеря или дух Как правильно использовать материю в служении духу Это называется Овидия-клеши И поскольку живое существо пребывает в таком невежестве Это будет являться причиной его страданий И так же будет являться причиной выбора Поскольку оно не знает Оно что будет выбирать? Дух или материю? Материю И это будет причиной страданий Следующий клеш называется Асмита-клеши Или Ахангара Ложное эго Ложное эго И Кришна говорит Если ты не станешь действовать в моем сознании А станешь руководствоваться своим нужным Дага, потеряешь себя Если ты пойдешь моим путем Впереди тебя ждет процветающее государство Ты испытаешь все види чувственных наслаждений И в конце жизни вернешься ко мне Но если ты пойдешь своим путем Впереди тебя ждут одни страдания и разочарования Но даже при этом тебе не избежать этой битвы И так Кришна говорит об этом опять О ложном эго Под влиянием ложного эго Душа отождествляет себя с материальным телом И с материальной деятельностью И привязывается к плодам этой деятельности Под влиянием ложного эго И так это будет являться причиной страданий И это будет являться причиной выбора Следующий называется рада-клеш Что же такое рада-клеш Желание или представление о счастье Как по материальному положению То есть материальное представление о счастье И материальные средства достижения этого счастья Почти все даже до сих пор мы так действуем У нас есть материальное представление о счастье Мы думаем хорошая семья это счастье Хороший муж, хорошая жена, хорошие дети Богатство, дом, утвы Красота Положение в обществе И уважение в обществе Уважение общества И для этого мы можем повторять мантру Поклоняться, вставать рано утром Уплеваться водой Умор иметь Ездить на фестивали Но цель наша такая Учить очень хорошую семью Учить хороший дом Утварь Состояние Положение в обществе Даже в обществе преданных И уважение к этому обществу Какова может быть наша цель Кришна даже объясняет Аджуне Что есть некоторые мудрецы Которые стремятся на райские планеты И думают, что нет ничего превыше этого Мудрецы Таким образом Люди имеют мирское представление о счастье Что значит мирское? Материальное И они культивируют не преданное служение А религиозность Мирскую религиозность И среди нас очень много верующих просто людей Не преданных, а верующих Мы просто верим в Кришну И не больше Мы поглоняемся Кришне Но о преданности еще не может быть и речи Поэтому Кришну в Бхагаладгите Также объясняют Аджуну Если человек не отказывается от плодов своей деятельности То он не способен различить кармическую деятельность И преданное служение Он не сможет увидеть ни в себе, ни в других Кто занят кармической деятельностью То есть ритуалы эти все выполняют Но с какими целями? Потеряли А кто на самом деле преданность проявляет? В каждом движении В каждом действии В каждой мысли В каждом устремлении В каждой цели Говорится, если человек не научился отказываться от плодов своей деятельности Он не сможет различить это Где карма, а где преданность И так это называется Рага Рага Криша И она будет отвечать за наш правильный или неправильный выбор Что такое правильный или неправильный выбор? В соответствии с выбором Впереди нас ждут Либо наслаждение Либо Страдание Этот выбор Что же впереди этого выбора? Либо нам будут проблемы Либо нам будет радость Большая радость Говорится, этот процесс очень радостный Если мы научились правильно выбирать Где, как, в какой ситуации Как правильно себя вести Говорится, когда Вожделение не удовлетворено Возникает гнев Гнев отключает память Когда память отключена Прекращает действовать разум И человек падает на дно материальной деятельности Все, что он говорит Бред Все, что он делает Безумие И все, к чему он стремится Лишь смерть Он сокращает свою жизнь Лишь смерть Кто хочет с таким общаться? Таким образом Говорится, когда человеком Охватывает вожделение И гнев Он забывает Кто, где и как Должен себя вести Он забывает Что надо руководствоваться Не ложным эр А надо руководствоваться Шастрами Руководствоваться наставлением В этой ситуации Я должен себя вести так В этой ситуации Я должен вести себя так Здесь я должен простить Здесь я должен уступить Но как только человек Охватывает гнев Память отключается Он забывает Что он должен себя вести по-другому Что он находится совершенно в другом обществе, нахупеет ли у совершенно другие личности, он забывает и начинает действовать в соответствии с ложным эго, он делает выбор, как ему действовать, в сознании Кришны или в собственном сознании, ложное эго, и это повлечет за собой его будущее, либо его наслаждение, либо страдание. Итак, следующее, Клеши, кто помнит, как называется? Клеши, Клеши, ложная ненависть к ложным источникам страдания. Что это означает? Что мы думаем, что все кругом виноваты, что у нас проблемы. Мы считаем, что если кто-то причиняет нам беспокойство, то он является причиной наших беспокойств. Мы вчера с вами читали текст, что преды не обеспокоены. Он сам никого не беспокоит и никем не обеспокоит. И в комментарии пропады пишут иногда, что преды очень даже беспокоены. Моих отношений к этому какое? Трансцедентально. Они равновешены. Они равновешены. Они спокойно воспринимают. Почему? Они прибывают знаний. Прибывают знаний. Они прибывают знаний. И они спокойно воспринимают все эти невзгоды. Говорится, Кришна говорит, Мы, предные, не радуемся, в случае что хорошее. И не слишком печалятся, в случае что плохое. Кришна говорит, что такие предные ему очень дороги. Если мы хотим стать дорогими для Кришны, мы должны себя так вестеть. Это не потому, что мы такие уравновешенники. Мы хотим достануть удовольствие Кришне. Мы хотим стать дорогими для Кришны. Поэтому говорится, что человек снабжен определенным разумом, который позволяет ему преодолевать влияние ложного эго. Ложное эго гнездится или трансформируется в ней. Гнездится оно в тонком теле, но трансформируется оно в удивительные субстанции. Первая субстанция – ум. Поэтому ум наш дом и из ложного эго у нас мысли появляется. Как в Шримад Багаватам описывается, когда Махара Чарапогана стал оскорблять Джата Багавату, говорится, в уме Джата Багаваты было возникли волны недовольствия. Но разумом он успокоил их и продолжил нести полонки. Разумом! Разумом, исполненным знанием. Таким образом, разум, в человеческой форме жизни есть разум, который позволяет нам успокаивать ум. Взять ум под контроль. Потому что в уме нашем постоянно танцует ложное эго. Ум постоянно возбуждается. Он на меня не так посмотрел, он не так мне сказал, он не выражил мне почтение. Да кто он такой, да кто она такая. А я его все равно сгною. Ее сгною. У меня есть столько, там будет еще больше. Таковы мои планы. Ой, мой противник, я убрал его. И другие мои противники будут убраны. Это все в уме ложное эго. Итак, ложное эго в уме. Где еще? На языке. Язык следующая субстанция. Все, что мы болтаем, говорит о нашем ложном эго. Поэтому говорится, как только человек открывает рот, вы сразу понимаете, кто перед вами. Умное энисо еще не говорит о том, что человек умный. Ропаркизы. Как только он открывает рот и начинает что-то говорить, по его речи, вы можете определить, кто он такой. По речи. Так же говорится, лицо зеркало луна, а глаза зеркало души. Мы видим, как некоторые люди ухмыляются. Все знают. Все знают, ухмыляются. Ропарка говорит, когда вы увидите, кто кто-то ухмыляется, это глупый человек. Глупый и еще с обостренным ложным эго. Почему быстренное ложное эго? Вожделение. И что вожделение делает? Он постоянно склонен его удовлетворять. То есть он совершает греховную деятельность и привязывается к чувственному наслаждению. И ложное эго, что усиливается. Говорится, ненасытное, всепожирающее и всеразрушающее вожделение. То есть чем мы больше идем на поводу вожделения, тем оно только что разгорается. И тем самым усиливается наше ложное эго. И сразу у нас везде это проявляется. Из тонкого тела это приходит. Какое тело? Грубое. У нас физиономия сразу меняется, глаза меняются. Если вы имеете детей, то вы по глазам можете определить, что у ребенка проблема. Потому что вы все время за ним наблюдаете. Вы по лицу можете видеть, человек заболел. Что-то у тебя лицо такое больное. Или вы говорите, что ты такой радостный. Или говорите, а ты что такой грустный, что случилось? Как вы определили, что у него что-то случилось? Лицо. Лицо зеркала ума. Или вы говорите, а этот какой-то все время эхидный какой-то. Как вы определили, что он эхидный? А он такой. На лице из тонкого тела все уходит в лицо. В действии, в движении. Итак, язык, когда мы говорим, и когда мы едим. Что мы кушаем, так же определяет наше ложное эго. И Кришна объясняет. Тем, кто в гуне неверство, пища дорога такая. Дорогая пища такая, это тем, кто в гуне страсти. И дорогая пища тем, кто в гуне благости. И все это ложное эго. Ум, язык и последнее. Гениталии. Как мы используем свои гениталии? Шилобак Сенцер Асвати говорит, в этом материальном мире обусловленные души представляют собой гениталии. Снабженные развитыми чувствами, умом и интеллектом. То есть это не интеллект снабжен гениталиями. А гениталии снабжены всем этим. Что этот центр, это как бы и суть живого существа в материальном мире. И она все время думает, кому отдать эти гениталии? Женщина думает, нет, вот с этим нет. Я отдамся только тому, кто... О чем она говорит? Я буду жить только вот с таким я буду. Кому отдать свои гениталии? Мужчина думает, нет, я буду жить вот с этой... Он тоже думает, я буду употреблять только с этой женщиной свои гениталии. Он даже не осознает этого, что речь идет... Кому вы отдадите предпочтение и кому вы отдадите свои гениталии? Как берегут эти гениталии? Это ложное эго. Три места. Ум, язык и гениталии. Как же происходит? Как усиливаются клеши? Удовлетворяет. Если живое существо удовлетворяет. Эти клеши. Эти представления. Они усиливаются. И так Кришна говорит, что своим выбором они показали, что совершили очень много греховных поступков. Каждый раз здесь, когда нас заставляют выбирать, кто-то дает нам указание, ну-ка сделай так. И нам приходится выбирать. Или сделать так, или сделать наполовину, или сделать начетверть, или не делать. Нам приходится выбирать. Что отвечает за этот выбор? Клеши. Клеши в нашем сердце. Анчи Клеши. Эти пять клешей в сердце гнездятся. И в их сердце начинаем выбирать. Сделать не так или не сделать. И в соответствии с этим выбором, сам выбор будет указывать, насколько мы греховны. Что значит греховны? Насколько мы удовлетворяли незаконно свое вожделение. Поэтому Кришна сказал своим выбором, то есть этот выбор, он показывает, насколько греховен человек. То есть не надо даже за ним подсматривать. Надо просто дать ему выбор. И выбор покажет, насколько он греховен. И Кришна сказал своим выбором, они показали, что совершили столько греховных поступков, что подписали себе смертный приговор. Сейчас все мы уже не дожив, даже до своей старости, они все подписали себе смертный приговор. И более того, Кришна говорит, это лишь дело времени. Скоро ты увидишь это. Всем конец уже. Из-за чего? Из-за своего выбора. Выбор показал, что все они греховны. Так и нам. Каждый раз приходится делать какой-то выбор. И этот выбор, те, кто более продвинуты, или более, как бы, квалифицированы, они по нашему выбору видят, кто мы такие. Что мы выбираем в каких-то ситуациях? Войну или мир? Ихидство или смирение? И они видят, что мы греховны. Или они видят, что человек столько лет культивирует предное служение, как будто бы, а становится все хуже и хуже. Говорится, по мере продвижения человек становится каким? Щедрым. Первое. Он становится щедрым. Три желания в духовном мире культивирует душа. Три желания – это конституция души. А природа души какая? Быть любимой и любить. Быть любимой – это в малой степени. Нас очень многие любят. Папа, мама, мы не любим тех, кто нас любит. Но мы все ищем, в кого он влюбится. Все мы хотим кого-то любить. Поэтому мы смотрим всякие фильмы, книжки читаем, где всякие любовные отношения. Он тупо любил, потом тупо любил. Что делать? Мы все эти разговоры, видимо, вы видели, она, да, 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 бахтим, вот к этому бахте. Мы все время вокруг этого крутимся. Любовные взаимоотношения. Но мы не понимаем, что такое любовные взаимоотношения. Все красятся, что-то надевается, так хорошо выглядит. Зачем? Что мы ищем? Сексуальные взаимоотношения, которые мы называем любовью. Мы хотим кому-то нравиться, и более, мы ищем, кто бы нам понравился. Может быть, мы многим нравимся, но это не так. Наслаждает. Но больше всего нас наслаждает, когда нам кто-то нравится. Мы смотрим на него. Какая тетенька. Или тетенька смотрит. Он какой директор. Он какой директор. Каана. У Кришны есть такое имя Каана. Тот, на кого бесконечно можно смотреть. Чем больше вы смотрите, тем сильнее вам хочется смотреть. Итак, эти клеши отвечают за выбор. И Кришна объясняет что наш выбор является причиной того, что с нами произойдет. Что произойдет? Итак, душа в духовном мире культивирует три конституциональных желания. То есть, природа души такова. Желание все отдавать Кришне. Все отдать Кришне или его преддуме. Не важно. Отдавать так, чтобы Кришна был доволен. Все, что попадается, надо отдать тут же. Такая щедрая душа. Почему говорят щедрая душа? Душа очень щедрая. Второе желание. Это желание наслаждать. И ни в коем случае не наслаждаться. Наслаждаться фу, противно. Наслаждать. Как и счастье. И сравнивается пример в материальном мире, как мать наслаждает ребенка. Чем же мать наслаждается? Мать наслаждается, видя, как наслаждается ребенок. Это дает ей больше всего наслаждения. Видеть, как наслаждается объект ее любви. Она наслаждается тем, что он наслаждается. Итак, наслаждать. И ни в коем случае не наслаждаться. Все скверняется сразу. Нет никакого удовлетворения. И третье желание. Это ни в коем случае не стать господином. Всегда оставаться нижайшим, смиреннейшим слугой. Таковы три желания души в духовном мире. Оставаться вечным, смиренным, слугой, нижайшим, Гопип Хартур Падакамуэр Даша, Даша, Ану, Даша, Это духовное положение. Я смиренный, ничтожный, слуга, слуги, слуги, слуги и всех слуг Гопи Вриндауна. Это самое духовное положение. Мы думаем, ой, это такой способ как бы перехитриться, как бы приблизиться к духовному миру. Нет. Это естественное положение души. Он становится смиренным. И это смирение развивается. Что это означает? Что душа становится смиреннее. И как бы к Тевино дополит, каждый мой господин, он не думает, мой господин только саньяси, только махараджи, искон, мои господа. А у других, они не мои господа. Мать вообще дурочка ест мясо, отец яички ест. И жених господа. Говорите, когда человек развивает духовную потенцию, он становится смиренным по отношению к каждому живому существу. Как на регари, он танцевал, он муравьёв считал выше себя. Муравьёв считал выше себя. И говоря уже о людях, Так развилось смирение. Оно начинает развиваться. И так эти три желания под влиянием ложного эго в материальном мире превращаются в желание все взять. То есть желание отдавать превращается в желание все взять. То есть я тебе свечку, ты мне печку. То есть с малыми вложениями получать больше. То есть взять, желание хапнуть. И все молят Бога. Все там давай, давай, скорее, давай, давай, все. Давай здоровье, давай то. Что вы сделали для Бога, чтобы Он дал вам здоровье? Ну как я в церковь ухожу? Думаю же. В туалет тоже можно ходить? Служение? Христос что говорит? Свою любовь вы проявите через следование моим заповедям. Не укради, не убей, не прививоди ничего, не лжественники. И там дальше, дальше. Возлюби ближних, возлюби врагов. Вот если вы это делаете, тогда вы можете рассчитывать, что что-то может быть произойдет. Может быть. Итак, это превращается в желание все взять. И появляется вид религиозности, который называется карма-канда. Карма-канда. Это желание все взять. Следовать чему-то, для того, чтобы получить больше. Это карма-канда. Следующий вид. Приломляется через ложное эго. Называется желание наслаждаться. Тут же превращается в йогу. Желание получить всевозможные совершенства в сенсорах. Чакры раскрутить, третий глаз открыть, двигать там предметы, знать, что в прошлом, в настоящем, в будущем будет знать. То, что думает, кто куда. Какая лошадь первая прибежит. Какие билеты выиграли Волгу. И так далее. Что творится в других вселенных, что творится на других планетах. Все знать. И всем этим управлять. Хлопнуть в подошвы, летающий замок. Желание управлять материальными элементами. Господствовать. Йога. Это превращается в йогу. Сенсорики, экстрасенсы. Это очень сильное желание. Таков тип вожделения. Желание всем. И желание быть благодетелем, посланным Богом. Помните? Желание быть благодетелем, посланным Богом. Игра в Мессию или Аватару. Это вот у Аватара это уже все как конец. Что он типа тихонько говорит. Помните, я как раз сказал. Тайком он говорит, по идее, я на самом деле тот самый. Просто это все дураки, никто не понимает. Что это я? Шабью. Они благодетели. То есть они бесплатно лечат, там все такое, калечат. Вообще бесплатно. Это что вы, что вы, такие деньги. Это все от Бога. От Дены Марии. Желание быть благодетелем. И в Багаватам целые огромные комментарии про упады существуют во многих стихах. Что это такое? Желание быть благодетелем. Как это мерзко. Быть благодетелем. А благодетельствует, как может. Называется там ситха камень. Кама означает вожделение. Вожделение, которое трансформируется в желание быть благодетелем. Ситха. Сенсор. Сенсор. Это йога. И желание власти или желание стать господином. Это превращается в герн. Желание быть господином. Что значит быть господином? Слиться с Богом. Значит стать Богом. Если Бог сиянет, то я сольюсь с этим сиянием. И стану этим сиянием. Стану выше всех. Желание быть господином. Итак. Эти желания называются мирская религиозность. И поэтому Багаладгита начинается с этих слов. Что с позиции мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние. Выступив против даже своего гуру. Против своих родственников. Старших. Тех, кто о нем заботился. Тех, кому он клялся в верности и в преданности. Арджуна также клялся в верности и в преданности. Траначарии. Пишмадееви. Да многим. И с позиции мирской религиозности он сладеем был. Но дальше описывается. Но с позиции преданного служения. То есть трансцендентной. Духовной деятельности. Он намеревался совершить великое жертвоприношение для удовлетворения Кришны. Слово ягия переводится как что? Наслаждать чувства Кришны. Когда мы собираемся на ягию каждый думает ну как бы мне здесь будет здорово на этой ягии. Ой какой был экстаз. Ой какая была приятная мелодия. Ой как. Мы все беспокоимся о своих чувствах. Но слово ягия понимается что вы абсолютно не думаете нравится ли это вам. вы полностью сконцентрировались на удовлетворении чувств Кришны. И в духовной деятельности всегда это не очень приятно. Удовлетворять других. Потому что все приходят наслаждаться. а не наслаждать. И вот ягия означает наслаждать. Жертвоприношение. Отдать свои чувства на огонь жертвоприношения. Это называется жертвоприношение. И каждый раз нам надо выбрать или так себя вести или так себя вести. Или так себя вести. или так себя вести. И этот выбор указывает, насколько мы греховны. И когда мы начинаем действовать, первый процесс называется клешакхни. В бхакти-йоге первый процесс, первая ступень очищения называется клешакхни. Что означает? Человек по мере продвинутости становится более щедрым, стремится удовлетворять других и не стремится сгосподствовать. Он не стремится занять какое-то положение. Президентствовать там или стать каким-то самым главным, руководить чем-то. По мере очищения, наоборот, эти все желания ослабевают, потому что ослабевает ложное эго. Обидье устраняется. Устраняется сразу Асмита. Как только вы приобретаете духовные знания, ослабевает ложное эго. Вы прекращаете руководствоваться ложным эго, начинайте различать. Вот это ложное эго, а вот это правильное положение, а это сознание Бога. А это ложное эго. Сейчас я из ложного эго это сделал. Сейчас эти мысли у меня в уме появились, потому что ум, трансформация ложного эго, поэтому мои мысли эгоистичны. И разум я должен успокоить такие мысли. Это гнусно и низко так думать о людях. Разум! Так начинает управлять ум. Я сейчас так плохо подумал об этом человеке. Я очень плохая личная дума. Поможем мне. Посмотрите песни Квайшнава. Песни Бактинон Тхакур, Гавин Дэдаса, Наратама Дастхакур. Как они успокаиваются. Каждый мой господин. Я исполнил вожделение. О, Габинат, спаси меня. Ничего нету, кроме вожделения в моем уме. Как может человек так со стороны видеть свой ум? Может быть, я не этот ум. Мало ли, что там в этом уме. Ложное эго постоянно танцует. Итак, человек начинает очищаться и происходит процесс клешатки. Ослабевает невежество. Ослабевает ложное эго. Когда ложное эго ослабело, у человека материальные цели сразу не так важны становятся. У него правильное представление о счастье. О средствах достижения этого счастья. Как результат этого, у него ослабевает следующая проблема. Ложная ненависть к ложным источникам страданий. Он умиротворяется, он прекращает конфликтовать с многими. То есть, менее конфликтная личность становится. Был такой пришел, очень конфликтный. Там постоянно он что-то ругается, тут ругается. Там у него какие-то проблемы. Все, они бьются, все сражаются. За три человека на Махате все сражаются. Кто будет их главным человеком? Яллу главным или Федька? Давайте сражаться. Раздадим мы там пакеты с молоком или не раздадим? И будем сражаться давайте. За что, с кем, почему, никто не знает. Потому что у меня такие стратегические планы. Я прочитал бы, а вот гиду. А он не прочитал. У нас очень много может быть проблем. И мы сражаемся. И думаем, что этот человек мешает нам, этот человек мешает. Все нам мешают. И особенно мешают тараканы. Особенно. Великие представления. Это называется рада-клеша. Для чего мы это изучаем? Чтобы видеть это в себе, контролировать это в себе. Контроль чувств. Учиться контролировать. Это само собой не будет происходить. Мы должны развивать это. Видеть это в себе. Сейчас я действую из ложного эго. И раз я так действую, впереди меня ждут одни страдания и одни разочарования. Значит, я должен принять ответственность за это. Да, я действую. Я выбрал действовать из ложного эго. На что я могу настроиться в будущем? На страданиях. Но я принимаю ответственность. Я действую из ложного эго сознательно. Я принимаю ответственность за это. Никто потом не будет виноват. Потому что причиной моего страдания является мое ложное эго. Три ваишнава сетанты есть. Этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Причиной страдания является наше ложное эго. Как избавиться от ложного эго? Предаться истинному духовному учителю. Он избавит нас от ложного эго. Если мы ему предадимся. Он избавит нас от ложного эго. Потому что ложное эго причина страдания. Это одно из видов. А Смита Клеши называется. И так по мере прогресса человек начинает улучшаться. Улучшаться. Если он хотел стать господином, то он теперь уже хочет стать кем? Кубой. Поэтому мы говорим. Лидер кто? Слуга. Но не понимает лидер господин. Нет. Лидер кто? Слуга. Слуга. Почему он лидер? Потому что он больше всех кто? Слуга. Чем он больше? Он умеет так услужить всем. Что все довольны. Все объединяются. Все вдохновляются. Он умеет так служить. Поэтому он слуга. Более лучший слуга. Поэтому он пусть будет лидером. А этот человек умеет так все развалить. Так разбить. Так всех лбами столкнуть. Почему? Мы должны делать его лидерам. Неуступчивые. Постоянно сражаются. Постоянно какие-то проблемы. И мы думаем, что наши мозги, наше образование, наша красота. Нет, говорится. Это не является достоинством. Наше образование, красота, молодость, богатство, родные, близкие. Что угодно. Кришна не берет во внимание вообще. Шумка кармы здесь не имеет никакого отношения. Хорошая карма. Лучше поставить человека с угрокармой. Ужасная карма. И поэтому он такой смиренный. Он так себя ведет. Ну давайте его здоровьем. Он очень хороший. Он все ценит. Потому что у него угрокарма. Все ценит. Каждый взгляд теплый ценит. Все ценит. Он так счастлив, что он находится в этом обществе. Потому что он сиротар. И когда мы прекращаем ценить, все разваливается. Все разваливается. Как ценить? Это способность видеть правильно все. Развивает правильное видение. Итак, Кришна дал слово, что он не будет применять оружие. И не будет сражаться. Но, говорится, Кришна не пошел в угоду мирской этике. И он готов был нарушить все. Потому что он не мирской моралист. О! Очень важная здесь тема развивается. Кришна решил сразу же нарушить свою клятву. Потому что он не был мирским моралистом. Вот если вы даете клятву, то, конечно, вы должны исследовать. Потому что что люди-то скажут? Это называется мирской моралист. Но когда вы видите, что это в духовном отношении неблагоприятно. И нужно нарушить. Говорится, нарушается и любая клятва. Это стяжение духовного прогресса. Кто о том что скажет? Про подлюбил говорить этот стих. Когда от тебя отвернутся все твои родные, близкие, все друзья. Когда весь мир отвернется от тебя. Тогда ты предашься мне полностью. Но с позиции мирской морали это как-то кто там что скажет? Кто что подумает? Как люди на это спосмотрят? Абджуна так же беспокоился. Как там кто думает о нем? Как он сейчас выйдет на колеснице? И Бешмадыру думает, вот он, Абджуна подлез. Траначарин думает, вот подлез. Давал же слово, что против меня никогда не выступит. Но для удовлетворения Кришны, по указаниям Кришны, мы иногда говорим, это удовлетворяет Кришна. Потому что мы решили, что так это удовлетворяет. Но мы должны всегда обязательно, Шастры, Гуру и Садху. Мы должны обязательно узнать, на самом ли деле такой поступок удовлетворяет Кришна. Не выдумал ли я себе его? И так Ашлатхама выпустил брахмастру, чтобы уничтожить всех мужчин в роду Пандавы. И Кришна тут же нарушил свою клятву. Тут же нарушил свою клятву. Он защитил, поскольку его знают как Бхакта Вацала. Тот, кто очень любит своих предных. Еще он переводится как защитник предных. Он всегда защищает своих предных. Здесь говорится, мой предный никогда не погибнет. Говори каждому, заявляй каждому, что мой предный никогда не погибнет. Что это означает? И Пархупада дает разные толкования этому выражению. Что значит заявляй каждому, что мой предный никогда не погибнет? Первое, это естественный процесс. Что он физически даже не погибнет. Если Кришна его защищает. Поэтому говорится, если Кришна решил вас уничтожить, никто вас не защитит. Если Кришна решил вас защитить, никто вас не уничтожит. Вы надеетесь на Кришну. Поэтому иногда люди, они как-то пытаются защищаться, каким-то образом защититься. Но если Кришна решил вас убрать, вы не сможете защититься. И ничто вас не защитит, и никто. С другой стороны, если Кришна хочет вас защитить, никто не сможет, и ничто, и никогда не причинит вам беспокойство. Все зависит от Кришны. Он Коран и Коранава. Причина всех причин. Какова же причина? Ваш выбор. Что вы внутри выбираете? Мы как сверхдуша постоянно знаем, какой выбор мы делаем. Каждую секунду, каждую минуту. И в соответствии с этим выбором мы будем страдать. Или наслаждаться. В соответствии с этим выбором. И говорится, выбор — это и есть наша свобода. Свобода выбора. Это и есть качество души, из-за которой мы попали в материальный мир. У нас была свобода выбора. Что выбирать? Или так? Или так. Мы выбрали с вами материальный мир. И что с нами происходит? Все мы страдаем. Вот каков наш выбор был. Все мы страдаем. Теперь у нас также есть выбор. Избавиться от страданий. Избавиться от материальной деятельности. И мы должны каждый раз так же выбирать. И мы выбираем. Может быть, мы кому-то клялись. Но нельзя действовать в угоду мирской морали. И здесь говорится, что не какой-то моралист мирской, который не нарушает своих клятв. Потому что что люди подумают? Кто там что скажет в веках? Он нарушил свою клятву. Ради духовной жизни? Совершенно другое. Поэтому Пропада говорит. С позиции мирской религиозности Аджуна намеревался совершить злодеяние. С позиции сознания Кришны он намеревался совершить великое жертвоприношение. Великое жертвоприношение. Мы жертвуем даже своей мирской моралью. Понимаете? Мы жертвуем мирской моралью даже. Ради того, чтобы продвинуться в духовной жизни. Поэтому иногда преданные говорят. О, преданные, еще хуже, чем миряне. Миряне такие хорошие. А предные вот они не такие. Почему им так кажется? Потому что они смотрят глазами мирской морали. Моралистов очень много. Гороший фуко, знаете? Кто же моралист? Моралистов очень много. Если вы будете смотреть их глазами на предного, то вы никогда не поймете, что такое предное служение, кто такие предные. Но если вы будете смотреть глазами Кришны на предный, тогда даже самая незначительная падшая личность для вас станет ценной. В этой же песне, первой песне, в девятой главе, есть стих, что иногда мой... А, порой мой предный падает. Порой мой предный падает из-за дурного общения. Из-за дурного общения предный может упасть. Даже какой предный? Из-за дурного общения. Порой происходит такое. Он думает. Но он все равно не живет, как кормитель. Потому что единожды ощутив сладость служения лотосным стопам Господа, он думает, как вновь и вновь ощутять эту сладость. То есть он хочет всегда вернуться и еще раз начать служить Кришне. И Поропада дает комментарий. Он говорит, ни в коем случае нельзя сравнивать падшего преданного с падшим кормить. Ни в коем случае. Падший преданный все равно преданный. Потому что он уже не может жить, как обычные люди. В его сознании, в уме совершенно по-другому. Все. Он не кормит. Потому что единожды, хоть раз в жизни, если он ощутил сладость служения, он только это вспоминает. и все время хочет вернуться. Еще раз вспомнить, еще раз вспомнить, еще раз попробовать это сделать. Таким образом, молитвы царицы Конти, как раз направлены на то, чтобы это ванданам, как бы, ванданам, это произнесение молитв, это раскрыть, раскрыть всю свою сущность перед Кришной. То есть, правдиво, правдивость, последняя нога религии, правдиво молиться. Не лицемерно, не обманывать Кришну. Говорить в молитвах одно, но где-то внутри, в сердце, держать совершенно другое. О, Кришна, я на самом деле тебе посвящу всю свою жизнь, но не посвящать ему, даже днями. Посвящать все своим желаниям, мирским желаниям, думать о своей семье, думать о своем благополучии и так далее, о своем положении. Посвятить Кришне, и Бхактевинона говорит, мы пришли в этот мир со словами, о Господь, я буду служить тебе, но забыли о своем обещании и погрязли в глубоком невежестве. Что значит? Что мы можем не служить Кришне. Мы можем не служить Кришне, мы можем служить своим планам. Через Кришну служить своим планам, получить, наслаждаться и стать господами. Мы можем так думать, что Кришна таков. Мы все от него получим, будем наслаждаться и станем господами. Поэтому предное служение направлено на развитие совершенно других качеств, других целей и других мотивов. Кришна. Увидев, какая большая опасность угрожает его чистым, вредным душам, полностью предавшимся ему, всемогущая личность Бога Шри Кришна тут же взял свой дикт Сударшину, чтобы защитить их. Пожалуйста, вопросы? Вы сказали, что ложное эго является причиной страданий. Можно ли, воспользовавшись с этим положением, сказать, что с нами может случиться все, что угодно в этом материальном мире, покармя, не покармя, но все равно вот это отношение нашего ложного эго к этому случаю, с которым мы сталкиваемся, является определяющим. Другими словами, все, что угодно, покармя, не покармя, Кришна это восстановление Кришны. Вот это является главным отношением. А произойти в этом материальном мире может, ну как бы случайно, может, все, что угодно, или нельзя так? Кришна устраивается своими чистыми бредами. Но, как говорится, Кришна посылает какие-то препятствия своими чистыми бредами, для того, чтобы укрепить его. Это происходит на очень высокой стадии, когда Кришна что-то начинает делать с нами. Все остальное мы как бы изживаем свои кармические реакции. Поэтому Кришна сказал Арджунин об этом. Матрас, Парша, стука, Матэ, Аши, Точно, Супр. Махи, Гал. Агаму, Пайру, Нидас, Тамститикшасу, Барата. Счастье, несчастье и их исчезновение в должный срок подобной смени зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы эти перемены его не беспокоили. То есть это будет происходить с нами. Будет приходить какое-то счастье наваливаться, как результат нашей прошлой деятельности. Куда в горле будет приходить. Но нам нужно научиться действовать так, чтобы это нас не беспокоило. Вот это и означает, что беспокойства проистекают само вот это вот как бы возбуждение из-за ложного эго. Скажите, пожалуйста, может ли уметь танцевать ложное эго, если на этой теме у человека 24 часа танцует сам Кришна? Нет, наверное, если Кришна сам танцует, уже там. Но если человек произносит махамантру, танцую, написанная беда, танцует сам Кришна? Нет, нет. Есть три стадии воспевания. Оскорбительная, нейтральная и чистая. Если вы достигли чистого воспевания, тогда у вас танцует Кришна в языке. Если нейтральная, Кришна там пританцовывает. А если оскорбительная, то мы мусолим, как это, в суе, произносим имена Господа в суе. Ну и так думает, если я 24 часа повторяю оскорбительно, то у меня Кришна танцует. А нет. Там черти пляшут. Сначала. А то черти пляжут. Я решила было падать на вас законосовение, что они должны сотрудничать. В обиду это он будет воскресенье. Что это значит? Сотрудничество. Сотрудничество является критерием показателя о том, насколько мы не продвинуты на самом деле. То есть мы не хотим сотрудничать из-за ложного и поэтому мы больше стремимся сражаться. У нас много противоречий, разногласий. Как происходит материальный мир? Такова природа материального мира. В источнике вечного наслаждения есть такая история, как Кришна поглощает лесной пожар. Этот лесной пожар является олицетворением разногласий между Ваишнавами. Между чистыми Ваишнавами. Разногласия происходят. Но говорится, когда есть борьба между чистыми Ваишнавами, то это особая лила самого Кришны. Но в нашем случае это наша лила. Это наша лила. Наши разногласия проистекают из ложного висценности. То есть мы как бы не можем в целом увидеть картину. Это говорится от узости, как пропад науки самосознания описывает историю колодезной лягушки. Доктор Флок там написано, что мы мерим все своим колодцем и поэтому у нас противоречия постоянно. то есть от узости мышления, от узости мировоззрения, от неправильных представлений это происходит. Мы не видим общность всего. Вот говорится смиренный Брамана одними глазами смотрит на корову, Брамана, слона, собаку, собаковеда, видя единую сущность. У нас нет смирения. Там говорится смиренный мудрец. Понимаете? Смирения нет, нет мудрости это. постепенно происходит. Если человек на самом деле следует этим путем, следует, развивает это, то постепенно он приобретает склонность к сотрудничеству. То есть он гибко начинает действовать. Понимаете, да? Гибко. мы сейчас говорили о выборе человека, то есть о правильном и неправильном и в этом проявляется независимость и так чаще появляется, что выборы неправильные сочетляются. Почему здесь происходит? Что беззависимость может человек делать как правильнее, как неправильнее, но чаще всего неправильнее сочетается. от того, что мы приобрели слишком сильную привязанность к чувствам наслаждения. Все очень просто. Чем мы сильнее привязаны к чувствам наслаждения, а когда мы привязываемся? Говорится, когда вожделение удовлетворяется, развивается жадность и привязанность. Значит, каким образом мы привязываемся к чувствам наслаждения? Наслаждаясь. Все очень просто. И чем мы больше наслаждаемся, тем сильнее мы привязываемся. Говорится в 16 главе о демонических натурах, наслаждая свои чувства, они приобретают сильную привязанность к чувственным наслаждениям и начинают испытывать зависть к верховной личности Бога, находящимся в сердцах других живых существ и в их собственном сердце и богохульствуют по полуистину велинии. Завистливых и злонравных, низших среди людей, и они звергают в самые отводители формы жизни. Таким образом, чем больше мы наслаждаемся, тем мы более эгоистичны. Чем больше мы наслаждаемся, тем больше у нас склонность и выбор такой делать неправильнее. Почему вы говорите, что своим выбором они показали, что они все нарушили, совершили столько греховных послушок, что он достойный смерти? Скажите, пожалуйста, если клятву дает это мирской моралит, то вы говорите, а обет Богу кто-то дает, как его наслаждает? И выполняет этот обет? Обет Богу? Да. Это уже другое. Есть такое понятие врата. Обет Богу дается через обет духовному учителю. Мы даем духовному учителю обеты какие-то определенные. И должны им следовать. Но иногда по определенным причинам говорится, из-за дурного общения или из-за гордости. Человек становится очень таким возвышенным. У него такое мнение, что он очень сильно продвинутый. И когда у вас появляется такое мнение о самом себе, что вы очень продвинутый, что Кришна на вашем языке танцует уже с глупой там, и совсем. Мы склонны принижать деятельность других личностей. Мы склонны как бы не видеть преданность в других. И тогда мы начинаем оскорбительно относиться к ним. И эти оскорбления, это оскорбительное настроение, это гордость, является препятствием в духовной жизни. Поэтому мы даем эти обеты духовному учителю. Если вы хотите дать обет Богу, вы можете дать, конечно, божество обет, но это ваш личный, где-то внутренний там процесс. Обычно это делается при свидетелях. Но это не мирская мораль. Вы даете не мирские обеты, вы даете какой-то духовный обет. Тапу Дивен. То есть вы ограничиваете свои чувства ради духовного прогресса, не ради мирской морали вот как раз, что там люди скажут, а чтобы продвинуться духовно. Поэтому между этими клятвами разница есть. Между обетами и клятвами мирскими есть большая разница. Мирская клятва дается для того, чтобы приобрести уважение в обществе. Если мы следуем клятве, которую мы дали, люди знают, то они нас начинают уважать. Это было страсти. Мирская мораль. И Кришкирова дарил слово, что никогда не будет врать. И он говорит, что потом скажут, что я собрал. И Кришне не понравилось это. Потому что это была тоже мирская мораль. Как отреагируют в этом материальном мире на нашу клятву. Важно было, как Кришна будет удовлетворять. Горби, они готовы хоть что нарушить, лишь бы Кришна был доволен. У них нет никакой морали вообще. У них одна мораль. У них удовлетворить Кришну. Они тут же могут соврать. Если Кришна доволен, они сомнут. Тут же, мгновенно. Если Кришна хочет, они тут же хоть что-то сделают. Говорится, их в обриндавном даже себя обзывают. Вот, проститутки у них там. Есть мужья. Они как проститутки себя ведут. Там Кришне бегают. Да, они. А они даже не краснели. Потому что для них важно, как Кришна будет доволен. И говорится, это слух. Никто не видел этих мужей даже. Это слух. У них есть мужья. Это слух. Говорится про в обриндавн, когда они говорят, вот они замужем. Это слух. Никто это не видел, чтобы они там с мужьями. Но все так говорят. Вот у них есть муж, у них там что? Это удивительная атмосфера в обриндавна. Говорится, гопи, они самые целомудренные. Поэтому говорят, вот у нее есть муж, да она никогда с ним близка. Она будет с Кришной. Но она будет стоять с этим мужем и будет с ним жить, если это Кришна хочет. Поэтому все делается для Кришны. Гопи все делают для Кришны. Таковы обеты духовные. В чем суть-то духовного обета? Принести удовлетворение Кришне. А в чем суть мирской морали? Себе и Буза. Да, конечно. Как обо мне там, кто? Или принесу ли я благо телам других людей? Тонким или грунтам? Принести удовлетворение Кришне. Говорится, чтобы постигнуть путь в Бхакти, надо общаться с Бхактой. Это общение. Из-за дурного общения. Все происходит от общения. Садру Санга, она стоит всегда в центре. С кем мы общаемся? Как говорится, с кем поведешься, того и наберешься. Общаешься с тем, кто в Бхакти, Бхактой становишься. Общаешься, кто в Гьяне, Гьяне становишься. Общаешься с тем, кто... Общаешься, это значит, принимаешь от него что-то. Принимаешь. А принимаем в соответствии со своими травми живыми. Никто... Суть во вкусах. Кто-то вкусно нам говорит о карме. Да. Имеет принимаем это. Кто-то вкусно говорит о йоге, и мы принимаем. Кто-то вкусно говорит о Гьяне, и кто-то вкусно говорит о Кришне. Мы тоже принимаем. Вкус все делал во вкусах. Когда мы слышим проповедь вкусную, то есть, значит, проникнутую этой преданностью, тогда так же на нас это действует. Это шахти, всё связано с свакри по шахти. И Шланет Ачекроват Такур описывает это как свакри по шахти. Бхакта Калуни, по милости Бхактой мы можем стать Бхактами. По милости Матхиам Бхакта. Потому что Матхиам Бхакта, он сострадает тем, у кого нет Бхакты. И поэтому он им проповедует, он испытывает сильное сострадание живым существам. Он очень сострадает невинным и сторонится тех, кто враждебен в Бхакте. И он дружит с преданными. Дружит с преданными. Что такое дружить? Сам погибает друг с другом, с другом там всё пополам, за другом в агонию воды. То есть такая дружина. Она позволяет сотрудничать. Он не соперничает с преданными. Он с ними дружит. Мы иногда понимаем дружбу, сотрудничество как соперничество. Но это нет. В соперничестве развиваются самые гнусные качества. То есть вы радуетесь, что кто-то хуже вас. Это соперничество. Дружба – это когда вы наоборот радуетесь за прогресс того-то. Вы даже хотите в счёт своего как бы уменьшения улучшить того человека. Это дружба. И все это знают. Я думаю, что все это знают. Никто и я нового ничего не говорю. Но все об этом забывают. Как только дело до нас доходит, мы сразу забываем. Кто мы, где и как должны себя вести. Таково ложное это. Вожделение сильное. Мы приобрели сильное вожделение из-за того, что постоянно наслаждались свои чувства. Поэтому, когда ты спрашиваешь, почему они привлекаются? Из-за вожделения. Кармаками, ситхаками, муктиками, хуктиками. Кармам – все вожделение. Вожделение даёт нам эти желания. Такой именно вид религии принимать такой. Что такое юго-дхарма? Это когда вы принимаете религию, которую хочет, чтобы принял Бог. Бог хочет, чтобы вы это приняли. Но люди принимают ту религию, которая им нравится. Вот в чем разница. А юго-дхарма – это та практика и та философия, которая нравится Кришне. Что принять? То, что нравится Кришне, или то, что нравится мне? Видите, как все просто. Поэтому люди ищут книжки, религии, которые нравятся им. Но, говорится, разумный человек ищет то, что нравится Богу. И принимает это. Он не думает, ну мне это нравится. Я буду делать то, что нравится ему. Так я только смогу к нему приблизиться. Как же я могу приблизиться, если я буду делать то, что мне нравится? И говорится, что Кришне нравится, когда человек воспевает святое имя. Особенно ему нравится совместное воспевание Киртана. Сам Киртана – совместное воспевание святое имя. Особенно он вообще ваксталит сразу. Он говорит, вот они можно спасать уже. Они собираются и прославляют мое имя, форму, качество, деяние. Слушают обо мне. Помнят обо мне через свои действия. Что такое пометование? С Марном – это когда вы так делаете. Тогда говорят, о, он помнит о Кришне. Потому что он делает так, как хочет Кришна. А мы думаем, что это вот так, как я рассказываю. Мы стукнулись. О, Кришна. Ну то сделали. О, Кришна. Опять я напился. Опять я накурился. О, Кришна. О, Кришна. Какая большая была. О, Кришна. О, Рава. Какая была. Я помню, Кришна. О, Рава. Какая была. Какая была. Какая была. Какая была. Или вы вступаете в какие-то незаконные половые отношения. О, Кришна. Опять. Ну. Чего ты так все устраиваешь? Я даже не хочу. Зачем ты это делаешь? Конечно. Ну, поскольку ты кора на коронал, я начинаю это делать. Предлагаю тебе свои смиреты и поклонники. Недвижения. Это абсурд. Это абсурд. Пометование, когда вы делаете то, что Кришне нравится. Кришне не нравится, что мы занимаемся незаконными, бескатуральными отношениями. Кришне не нравится, что мы принимаем одурманирующие. Кришне не нравится это. Поэтому Кришна говорит, это является корнем, четыре корня греха есть, четыре корня греха, это несоведение, принятие одурманивших веществ, незаконные сексуальные отношения и азартные, четыре корня всей греховной деятельности. Если отсечь корни, это само дерево со всеми ветками, если он завянет, засохнет, упадет, корень срубит. Поэтому мы именно, потому что есть очень много других видов греха, почему мы не говорим о них? Потому что они как следствие этих четырех проистекают. Но, говорится, одним прекращением греховной деятельности нельзя избавиться от последствий греховной деятельности, потому что мы раньше совершали. Как и звать? И тогда мы начинаем повторять. Тапасия, благотворительность и жертвоприношение очищают даже великие души. Поэтому мы всегда этим делаем. Ежедневно выжигаем огонь, жертвоприношение. Повторяем манду, собираем благотворительную деятельность, проповедуем. Нет высшей благотворительности, чем рассказывать людям о Крише. И как мы там делаем стратегию какую-то? Тапасия, ограничиваем свои чувства. То есть не пытаемся делать то, что не нравится Кришне. По сути дела мы делаем это все для себя на самом деле. Не для него. Потому что для нас выгодно очиститься, для нас выгодно вернуться. Уговорится, что он самоотречения. Он к нам за особо не привязан, потому что он не воспринимает так нас, как мы. Ну и нет разницы, где он. Тут, там. Мы всегда с нами связаны. Он в нашем сердце. Куда ты денешься? Поэтому он самоотречения. Шесть качеств Кришны, знаете, и одно из них. Отречения. Это мы привязаны. А он отречен. Он что, не хочет спасать? Мы не надо. Да. Он мне надо. Ну, что ты не тело. Тебе тело ломает, но ты не тело. А душа там сидит. Ура! Правильно не получается? Поэтому так не реагирует правильно. Вы говорите общение основное, а уровень достижения в вашей прошлой жизни человека, который долго не достигал. Это не является? Имею. Руд Бугус вами, в Бахтеросаметосинку, это нектар предности, описывает, что есть несколько причин, по которым человек становится преданным. Одна из причин – по простоте душевной. Одна. По простоте душевной. Ну вы просто, а давай будем преданным. Еще одна предность – это склонность к следованию авторитетом. Склонность к принятию авторитета. То есть человек видит, что это какое-то продвинутующее качество может различать, и он принимает из-за этого. Склонность к принятию авторитета. И он… У него есть… В прошлом он разобрался, кто такие авторитетные души. И он склонен видеть сразу. Есть склонность к принятию авторитета тоже. Понимаешь? Есть следующая причина – это по милости Бахты. Бахты. То есть вы и не склонны, и не простодушны. И вдруг Бахты смотрят и думают, о боже мой, если я его сейчас не спасу, и все, кончено. И он начинает нас спасать. Еще от этого. И еще есть одна причина – это если мы занимались предным служением в одной из прошлых жизней. Тогда мы тоже принимаем это. В нашем сердце что-то… О! Услышали что-то? Где-то Киртон увидели, Лысину какую-то. Или книжку увидели. Только взяли себе. О! 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 Что-то близкое нам. Мы чувствуем прямо все, что это что-то близкое для нас. Одно. Говорится, йог находит йогу, не ищая его. Сразу – о! Моё! Все. Шрила Парфугада определяет час брак Мамаккорту, как время за 48 минут до восхода. Это надо принимать буквально… Ну, это называется Ашта Калия Лива. Это до восхода солнца во Вриндаване. На Гулоке Вриндаване. Потому что наша Сатхана – это Ашта Калия Лива. Это 8 частей, 8 промежутков времени на Гулоке Вриндаване. И так до 48 минут до восхода солнца в Брак Мамаккорту. Мы же следуем по духовному процессу. А то начнем тут зима, там зима 15, там… А где за полярным кругом приеду и по полгода… Ашта Калия Лива – это время суток Вриндавана. Даже во Вриндаване ориентируется на тот Вриндаван. Поэтому часы Кришна дал нам всем. Ну, а у него солнце встало, не встало. Во Вриндаване уже встало. Осталось 48 минут до подъема солнца в Брак Мамаккорту. Хотя, если Вы в земном Риндаване можете видеть, тоже разница там в времени. движется, и поэтому Солнце только тогда, тогда, поэтому ориентируйся так. А как учистое воспевание святых имен? Как понять, что чистое воспевание или исперненное? Чистое – это значит, что прошли стадию очищения. Что это означает? Вы прошли все эти ступени Бхакти. Ништха, Руччи. Руччи – это вкус. Вкус. Вкус не просто к чистому имену. А как определители и учитель определяются? Ну, учитель, вы сами можете это почувствовать. По вкусу. Вкус святого имена. Я о чем говорю? Когда я избавлюсь от нужной гордости и прекрешу совершать оскорбление, тогда в моем сердце появится вкус к чистому имену, святому имену. Но мы очень горды, мы оскорбляем, оскорбительные настроения. Поэтому у нас нет вкуса к чистому имену. Когда мы избавились от гордости, от ложной гордости, избавились от каких-то оскорбителей, прямо в сердце пудло появился. К чистому воспеванию. Что такое чистое воспевание? Что мы как бы из преданности это делаем. У нас нет никаких мотивов, нематериалов. У нас нет желаний, и мы хотим наслаждать Кришу. Без любви воспевания, то есть мы испытываем это счастье воспевание. Это чистое воспевание. Есть нейтральное, когда у нас нет просто материальных желаний, но мы не испытываем там особо. Нейтральное. Оскорбительное, это когда мы очень громко и четко повторяем свето вины. Наше сердце переполнено разными материальными желаниями. Что мы с ним? Что я должен с этого получить? И список огромных. И в этот момент мы думаем, что именно мы очищаем всю атмосферу. Как говорится, неофит очищает все падшие души. Поэтому он орёт. У нас тут трамвай. Скажи Кришна! Скажи Кришна! Продвинутый предный. Когда он продвинут, он думает, мое воспевание беспокоит всех. Он говорит, что в принципе он беспокоит. А возвышенная личность. Вот возвышенная личность. Вот только если вы слышите, что он произносит, вы сразу очищаетесь. Вот мы уже видим, как все с мешочками ходят во втобусе специально на какой-нибудь мужика устраивает. Кришна! Ах-х-х! На, да. На, да. На, да, на, да. Не, иди сюда. Кричат они всегда. хотя они думают, что их святое имя всех очищает. Но говорится, слышать святое имя из уст материалиста — это одно и то же, что пить отравленное молоко. Если вы пьете отравленное молоко, что происходит? Если не повредите, то очень сильно заболеете. Очень сильно заболеете. Это, говорится, слышать святое имя из уст материалиста. У меня пожелание есть. Если можно в этот приезд или в последующий о воспитании детей немножко подробнее рассказать. Я уже их не воспитываю. Я просто теоретически знаю. Я уже не воспитываю, наверное, кого. Потому что другие люди воспитывают. Они там самовоспитываются, старших и младших воспитывают. Я же постоянно двигаюсь, двигаюсь. Мы воспитаем их. Какие промежутки летели, летели, летели воспитывают. Потом два месяца даже не было. По телефону. Ну как? Как Сталин? Да. Не, а не, да, вот. Вот вы говорите, что религию надо выбирать ту, которая нравится Кришне. А вы как-то говорили, слушала я вашу лекцию, мы говорили, что любая религия это ступень как Бабки Йоги. Поэтому Кришне любая религия хороша, если человек ступил на какой-то ступень. Он поднимется дальше и придет в Бабки. Если он будет следовать этой религии очень строго и, да, не сомненно. Говорится, что все религии они в гуннах материальной природы. В гуннах. И они предназначены, чтобы очистить человека от низших гунн и возвысить его до более высокой стати. Поэтому, несомненно, если человек будет строго следовать какой-то определенной религии, он, несомненно, будет прогрессировать. Может быть, не в этой жизни, но он постепенно по жизни будет прогрессировать. Это, несомненно, это так. Это факт. Но на это очень много времени затратится. Разница лишь в этом. Но Паба всегда говорил, что это одно и то же, как подниматься по лестнице и в лифте их доехать. Понимаете? Если мы поднимаемся по лестнице, то мы все равно, вероятно, поднимемся. Это скидер. Но в лифте ставим из всяких сих кнопок, пожалуйста. Жизнь. Сивы еще. А там, бандиансы. Трудное расхождение. Поэтому путь БАК-тия, он такой, как бы, как лифт пропады, странного с лифтом. Я предлагаю вам, пожалуйста, выходите, кнопку нажимаем. Все. Потому что в лифте надо себя вести нормально. Не скакать. Я думаю, сразу вспомню, как мы жили вот в доме. В доме. Какого? В Марисеевне. Нет, в квартире. Сейчас Тамара Петровна все избавляет. Рад Харупин. И там было, в соседнем доме, даже квартиру, помнишь? В соседнем доме. Это был в квартире. В квартире. Да. И мы с очередью, когда мы на лекцию опаздывали, на утром, и в лифт сели. И стали в лифте боксоваться. И беды достали, и лифт и застрял. И все, они сидим там же. И даже у них никак не раздыруют, ничего. И вот мы там по этому переговорному устройству переговорились. То есть в лифте нас себя вести, это что-то хорошо. Почему же вы? Потому что если вы попали, то вы должны какие-то правила себе. Доспокойно все это. Но мы тут начинаем что-то там боксоваться, что-то там включать, подпрыгивать. И лифт. Все, устроимся. И мы опоздали. Но мы дико хохотали. Над своей глупостью, над своей тупостью. И над таким удивительным изобретением. То есть если подпрыгнул, он сразу строился. Чего есть вопрос? Не знаю, человек восстанавливает сам без себя веку. И помогает усилиям. И еще не получается. И потом он всем дает обету и просто благословению. Как бы все задачи расслабляет усилий и благословения. Вообще, это взаимный процесс усилий и благословения. Говорится, что есть такое сравнение, как человек, который упал в колодец. Он там внутри колодца. И никак не может обертеться. А гуру, он как человек, который проходил время, у которого есть веревка. И вот, а гуру, ну, они уже не допили. Ну, только достаточно обычное телосложение, даже может быть, физическое. И вот, он туда бросает эту веревку. И кричит, давай, вот здесь. А вы взяли за веревку. Давай, тяни. Вот примерно так. То есть, усилие благословение. После того, веревку уже мощь и уже благословительность. Давай, влазь. А вы, 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 а вы. Я висю, как сюда, передам себя на трупы. Даже у меня есть никакие. Давай. Мой наюш. Мой наюш. А, не мило, мило. Мило, 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 мило. Мило, мило, там может быть, а... До самого, до самого. Мило, да, мило. Осказали себе. Понимаете? Поэтому, говорится, он с той стороны тянет, а вы с той стороны ползете. Вот это называется усилие и благословение. Ну, так что он вас благословил. Теперь он вас тянет. Скажите, пожалуйста, как приобрести правильное умонастроение и сохранить его? Все время сохранять его. Ну, это слово. Это общаться. Общение. Все в общении. Это общаться, 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 общаться. Ни минуты не находиться. Вообще, особенно в таких ранних стадиях, рекомендуется не оставаться одному. Не путешествовать одному, не оставаться одному. Это одиночество. Мы еще не умеем быть в одиночестве. Как только мы одни остаемся. И так нам сказали. Ох, Кришна! Ох, Кришна! Что ты мне тут устроить хочешь? Понимаете? Поэтому сохранять правильное умонастроение, это значит все время стремиться находиться в обществе. Чем больше мы находимся в обществе, чем больше мы слушаем пред, видим, тем это больше помогает нам сохранить и даже развить настроение. Вот демоны, которые даже ненавидели Кришну, но постоянно думали причинить ему какой-то, ну, вред или там зло, они же все равно стали освобожденными душами. Поэтому, если думать о Кришне, и даже не важно в каком ключе, все равно человек получает освободение. Нет, на самом деле это не так. Но эти демоны, которые думали о Кришне плохо, это чистые предны, которые играли роль демонов. И Кришна непосредственно благословил на такой вид йоги. Но нас Он на такой вид йоги не благословил. Нас Он благословил думать о Нем с любовью и предностью. Все зависит от того, лично вам дали такую йогу, это не Кришна. И поэтому Кришна своим чистым предам, которые хотели с вами играть, Он говорит, давай побудь демоном. Он говорит, да как же я против тебя? Он говорит, да и все устраивает. Все так раз устраивает, что они про Него плохо думают. Но они думают все время о Нем. Он так устраивает. Йога в гневе называется это. И Кришна индивидуально дает это своим чистым предам, которые играют с Ним в каких-то играх. И Он просит их занять в положении демонов. Но это не падает потом все равно. Они же только в Брахмаджёте попадают. Они же попадают? Нет. Те демоны, которые непосредственно убиты Кришной, лично они попадают на Вайкунху. Надо искать Кришну, чтобы он убил, да? Как Кришна, кого будет лично убивать? У него куча преддов, он просто говорит, и уберет. Но кого лично Кришну убивать? Есть история, как Кришна с Баларамой осло убивать. И как он только коснулся, рукой осла этого демона. Как тут же демон очистился, и он стал испытывать любовь к Кришне. И Кришне это не понравилось. И Кришну напустил Йога Майю. И демон говорит, а-а-а! И он сказал, а-а-а! Вот теперь можно. Палил головой. Потому что вы не можете убить того, кто вас любит. Кришна не хочет так делать. И поэтому он говорит, нет, это неправильная игра. Я хочу его убить, а он меня любит. Кришна не хочет. Нельзя убивать того, кто вас любит. Самоубийства как такового и нету. Это же игра. Это как дети играют. Он падает, то играть не может. И потом падает. А-а-а! Умирают. Так же играют. Но сам для них то не играют. Душа вечна и смерть. Я рожден. Невозможно рассечь никаким видом оружие. Сушить электром, смочить водой. И сжечь огнем. Невозможно. Ну, вечна. Как же нас можно убить? Кришна говорит, никого нельзя убить. Нельзя быть убитым. И нельзя никого к крему ведут. Потому что душа вечна. Чего нет? Что вы говорите? Ну, вот такое выражение. Небо символ великой души. Ну, я думаю, что вы же говорите. Что имеете в виду под великой депутат? Небо символ великой души. Великой души. Великой депутат. Субтитры сделал DimaTorzok